Бронзовая и к тому же световая композиция «Счастливчик» появилась в самом центре Сочи на Платановой аллее. Еще до официального открытия она стала новой площадкой для оригинальных фотографий. Мужчина-мечтатель, который стоит на облаке и держит облако в руках. Сам «Счастливчик» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, что у монумента еще и есть инструкция по применению. Такая идея, на самом деле из космоса, она появилась у поклонников группы Иванушки Интернешнл, которые сделали такое чудо здесь. И теперь можно меня потереть на удачу в любое место, которое вам нравится. Кто-то может сюда приезжать в поисках души, конечно, грудь, наверное, потереть. Кто-то хочет поумнеть Сочи, что маловероятно здесь уже голову. Ну а кто-то в поисках курортных романов, сами знаете, что натирать. Поэтому вот такая вот она веселая праздничная скульптурная группа получилась. И когда мне пишут письма, и писали письма, и когда сейчас подходят фотографироваться, говорят, ты наше солнышко, спасибо за наше детство и так далее. И мне кажется, что я многим людям приношу удачу. Не только я, вот наши песни. Несмотря на то, что инструкция шуточная, рыжего потер каждый пришедший. И речь не только о скульптуре. Толпа фанатов обступила самого музыканта с желанием дотронуться, сфотографироваться и взять автограф. Не обошлось и без песен. Иванушки Интернешнл исполнили для поклонников свои хиты. Прототипом счастливчика «Рыжий из Иванушек» стал не случайно. Певец родился и вырос в Сочи, здесь начинал свою творческую карьеру, сюда приезжает на отдых. Говорит, повода заглянуть в родные края ему не надо. И для него это уже счастье. Каждый человек счастлив по-своему. Я счастлив в том, что я родился в этом городе. Что я прожил здесь 20 лет. Что здоровье, которое накопилось за 20 лет, я с удовольствием трачу последних 25 лет. На протяжении 25 лет прививаю физически и эмоционально любовь к городу Сочи. Сам Андрей предлагает сделать счастливчика местом встречи свиданий. Ну а сочинцы запустили своеобразный челлендж в интернете. Люди фотографируются у скульптуры и выставляют фото в соцсетях с хэштегом «По три рыжего». К слову, сам известный сочинец признался, что потер своему бронзовому близнецу грудь.